Всем привет дорогие подписчики и я очень извиняюсь за то, что так долго не было ролика, но имейте ввиду, сегодня у нас будет такой ролик, а именно мы рассудим, что было бы, если бы военные не спасли Флиппи. Ну это Амнезия 3, а Амнезия 4, нет, Амнезия 4, что ж, ролик будет интересный, будет несколько теорий, присаживайтесь поудобнее, ну, а я начну. Давайте, вот допустим, военные не смогли спасти Флиппи, это может вызвать, ну, и первая теория это победа муравьева. Флиппи остается в капсуле, а что же делают за романом? Скорее всего, муравьед это делал просто для захвата, но, как мы видим, есть вирус. Либо он это делал для уничтожения вируса, либо он это делал просто, ну, для своих целей, которые мы сейчас рассудим. Допустим, муравьед это делал для победы вируса. Ну, я лично так не считаю, но эта теория у меня появилась и в голове, и я решил все же ее вам рассказать. То, что муравьед это делал для победы над заражением, ну, как некоторые, ну, как Флаки, Лэмпи, они были именно погибшие, но он видел их и силу. Судя по всему, он видел битву, которая находится в Амнезии 2, и он решил, что эти персонажи ему помогут по победе с вирусом. И взял их, воскресил, и как персонажи не хотели, ну, допустим, как Флаки, они вот, допустим, не хотели, ему пришлось их заразить. Потому что Флаки это делала только для Фиффи, чтобы тот взял, спас Флиппи, ну, то есть отдал ей Флиппи после того, как воскресит. Ну, и они пошли. Муравьеду это явно было не нужно, чтобы они ушли там, скорее всего, всего лишь теория. Вы не забывайте, что это теория. Ну, и взял их насильно, и именно вирусом. Как раз он, возможно, сделал что-то сильнее, чем в заражении, и мог побеждать вирус. Ну, а судьба персонажей какая бы была, насчет Флиппи. Персонажи были бы просто заражены вирусом Муравьеда, и тем самым делали, ну, дела, которые он скомандует. Допустим, отбить эту зону, отбить эту зону, победить этих зараженных. Тем самым он может их воскрешать бесконечно. То, что дает ему, ну, невероятную такую силу. Ну, я не знаю, как это назвать именно. Ну, вы поняли, короче. То есть он просто с этими персонажами пытается победить всех зараженных. А Флиппи оставался в колбе до того момента, как и придет там, допустим, Себа, или же кто-то все же выйдет из вируса и начнет на него нападать. Он может промыть мозги Флиппи, то, что якобы они враги, смотри, и Флиппи пойдет на его сторону, тем самым сделав его сильным. И тем самым это концовка победы Муравьеда. Что ж, давайте рассмотрим вторую теорию. Теория по победе зараженных. Короче, зараженные ворвались. И Флаки, Лэмпи, Сплэндит не смогли их остановить. И победив. А военных-то нету, никто ядерную бомбу не скинул. И они просто победили. Тем самым Флаки погибла, Флиппи они тоже бы убили. И в итоге эта концовка, когда зараженные побеждают Муравьеда, короче, Флиппи убивают Флаки и всех остальных персонажей, которые под влиянием Муравьеда. Ну и эта судьба как смерть просто. Также я хотел вам огромное поблагодарить за уже 62 подписчика. Да, 62 нас уже. Да, возможно, вам не верится, но это так. И также хотел поблагодарить за то, что пишете. Там комменты, все такое. Ладно. Побег Флиппи. Допустим, Флиппи как-то выберется. Допустим, может быть и... Как вам сказать? Он как-то выберется. Мы не знаем, как это произойдет. Я тоже это недоумливаю. Но, думаю, он может. Он выбрался. Ну и тем самым, увидев, что там сильные персонажи, попытался их остановить. Короче, ну у него явно это не получится. Поэтому, скорее всего, Флиппи либо будет сражаться за Флаки. Ну а допустим, он не увидит Флаки. Тогда, скорее всего, Флиппи это, типа, попытается как-то сбежать. Эту теорию, конечно, я вообще недоумливаю так сильно. Я вам ее рассказал не как я думал об этом. Но... Ну, я, короче, думаю, что на этом пока все. Вы не забывайте писать комменты, ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока и большой удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!